Мужчина тоже, у него наружная часть психики очень жесткая, поэтому прям уже, я тебя оставил, я понеслась. Это все просто внешняя часть психики мужчины. Понимаете, внешне означает, не сильно в это надо верить. Вот мужчина, это просто внешне, не надо в это сильно верить. Женщина, если сильно в это не верит, то она легко успокаивается. Она по-доброму говорит, ну Васенька, ну успокойся. И он такой, его расслабило сразу. Потому что внутри мужчина мягкий. Характер у мужчины мягкий, а поступки жесткие. У женщины характер твердый, а поступки мягкие. И всегда нужно обращаться к человеку с позиции его мягкости. Запомните это, правильно? Поэтому к мужчине и женщине обращаться надо по-разному. Вот к женщине надо обращаться с позиции ее внешней части характера. Надо очень нежно, ты моя хорошая, ласковая, нежная. Вот так с ней разговаривать, общаться очень по-нежному. С позиции ее внешней части характера надо обращаться к женщине. Понимаете? А к мужчине надо обращаться с позиции его внутренней части характера. Ты мой добрый, хороший. Ну какой я добрый, добрый. Нет? Ты добрый. Да, ладно. Ну, то есть мужчина сам к себе этого не знает, но женщина должна знать. Тогда она, ну, с ней, у нее с ним хорошее отношение. То есть нужно проникать глубже в мужчину, стараться не видеть внешнего и как бы глубже проникать в своей любовью. Тогда мужчина становится хорошим человеком. Он не сильно портит жизнь. Надо просто, ну, некоторые женщины боятся мужчин. Они видят только наружную часть характера, боятся. И, в результате, разрушают свою семью из страха. Они постоянно боятся своего мужчины, мужа. Из страха разрушают семью. А надо не бояться, надо проникать глубже. И тогда он и мужчину расслабляет. Не надо бояться. Понимаете? Мужчина же часто он перетавливает женщину. Господство пытается над ней, не дает ей свободу. Вот, например, как сделать так, чтобы женщина была послушной. Каждому мужчине хочется, чтобы женщина была послушной. Но послушание – это не женская черта характера. Это мужская. Поэтому нужно просто по-доброму к ней относиться, ласково. И она ее расслабляет, когда она становится послушной. Все согласны. Когда она любовь чувствует, она со всеми согласна. Когда мужчины и женщины познакомились, он ей говорит, я летчик. Тебе нравятся летчики? Ага. Летчики нравятся. И машинисты нравятся. Главное, чтобы любили. Он же не знает об этом. Думают, о, классно. Я всегда мечтал такую, чтобы летчики нравились. Я же летчик. Вот. Надо просто понять природу женщины. То есть, она всегда согласна, когда ее по-доброму к ней, мягко, нежно к ней относится, она со всеми согласна становится. Но если на принцип идти женщине, то есть, немножко грубовато там, демагогию устроить. И ей же сказать, как правильно жить. Вот. Она сразу становится совсем не согласна. Вот у нее два варианта. Или она совсем согласна, если по-доброму. Или если начинает на нее нажимать, давить, тогда у нас там совсем не согласна. Особенно, если сильно давить. Потому что легкое давление женщина еще как-то выдерживает своей внешней частью психики. Когда давление сильнее стало, то у нее включается внутренняя часть психики, очень жесткая. Мужчина удивляется, почему она все делает наперекор себя. Вот это вот именно жесткая часть психики женщины. Она так ведет себя. Женщине в этот момент все равно. Даже останется она жива или нет в этой ситуации. Она будет делать все наперекор себе и своей судьбе, если коснуться ее внутренней части психики. То есть, она ведет себя неадекватно в этой ситуации. Очень жестко. Мужчина удивляется. Он думает, что ты чувствуешь, вообще успокойся, ты что? Поэтому очень важно с женщиной вести себя мягко, аккуратно. Не добираться до внутренней части психики. А с мужчиной, наоборот, надо проникновенно себя вести. Решительно проникновенно. Допустим, женщина, она должна быть решительна в своей доброте с мужем. Она, твердая доброта в ней должна быть. Вася. 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 Ты меня видишь? Давай, все заканчивается. Пойдем. Пойдем. Не надо его убивать. Он ничего плохого не хотел. Просто попросил у меня кошелек. И все. Подобранный он. И он тогда трезвеет. Вот реально мужчина трезвеет. Если женщина настойчивая, доброта и все сильная. Если она сказала, что пойдем. Но он даже не услышит. Надо сильно и подобранно. Вася, пойдем под душ сначала. Потом кушать. А потом разговаривать. С работы пришел. Сразу раз к вам. Чтобы он снял напряжение себе. Помылся. Потом накормила. А потом уже вопросы задавать мужу. А то только на порог вступил. Вопросы сразу ему задавать. А у него сил нет отвечать. Скандал начинается в этой статье.